Тем временем и классическое, что называется, железное оружие пока еще надежно защищает Россию. И, судя по всему, еще долго будет исполнять свою функцию. Делают его на военных заводах в разных регионах России. Что-то в республике Марий-Эл. Впрочем, люди живут там и мирными заботами. О Марий-Эл. Наш очередной репортаж из нашей серии про российские регионы. Ольга Мещерякова. Провалим полстракет. Красная кнопка. Элемент декора и советской военной эстетики. Теперь, если что, нажмут на рычаг. Внимание, расчет. Получен приказ. Разреждаем. Десяток ангаров. Двери закрыты. Гул двигателей. Расчетное время 21.00. Свернуть агрегаты к бою. Есть. Синхронно, секунда в секунду, из ангаров выдвигается тяжелая военная техника. В километре, где еще несколько точек дислокации РВСН, темные силуэты. Все ближе. Двигатели ревут. Колонна приближается к переправе. И вот сейчас, через минуту, инженерный батальон разложит мост, чтобы тяжелая техника могла пройти. Ракетно-зенитные комплексы Тополь, С-300. Около сотни установок и машин сопровождения выходят на полевую позицию. Так начинаются первые в этом году учения Ёжкар-Алинского соединения РВСН. Старший прапорщик Андрей Захарчук обучает новобранцев основам вождения ракетно-зенитных комплексов. Казалось, даже слабому полу по силам тяжелая военная техника. Пусковая установка Тополь. Учебный образец для подготовки механиков-водителей перед заступлением на дежурство. Управляется просто. Коробка-автомат. Педаль газа. Добавляем газ, нажимаем на педаль. Тяжелая, но едет. На окраине Яшкар-Алы Марийский машиностроительный. Легендарный завод, основанный в августе 41-го. Работает на агропром, нефтяную отрасль и оборону. Владимир Григорьевич, 40 лет на предприятии, вытачивает волновой редуктор. Это устройство, которое поднимает решетку. В этом цеху сборка блока под номером 7177. Мастер объясняет уклончиво. Предназначен для передачи энергии. Ловит объекты летающей объекты до 300 километров. Это просто часть машины, которую именно мы собираем. 300? 300, да. Точные станки, ювелирное производство. Здесь делают оборудование для военных автофургонов. Вот эти Камазы и Уралы собрали в полсотни километров отсюда, на Красногорском комбинате. Директор объясняет. Все комплектующие свои, отечественные. Татарстан делает шасси Камаз, Самарская область делает металл, Кировская область поставляет лес, фанеру. То есть все российское? Все кооперация, да. Фанера из береза, здесь Мариэл, сосна, полреспублики, лесополоса. На делянке в пару сотен квадратных метров начинается вырубка. Вековые деревья повалят и высадят новые. Лесоруб Юрий, 4 года на лесоповале, объясняет тонкости профессии. Нет опасности, что она не в ту сторону упадет. А это все от нас зависит. Топором лес уже не рубят и даже пилой не пилят. На вооружении лесорубов джойстик, кнопки управления и тяжелая техника. Но для нас делают исключение. Сосна, 80 лет, сейчас будем ее валить. Бензопила «Штиль» предназначена вообще для вспомогательных работ при лесозаготовке. За смену пять лесовозов. Дерево везут в Ёжкаралу, на строительно-производственное предприятие. Сгружают и сразу на станок. Дефекты получают специальным маркером, а затем обрезают. Мы перебираем плохое и хорошее. Плохого? Хорошего. А дальше почти фантастика. Вот на этом чашко-нарезном станке выпиливают целый дом. Компьютерная программа задает параметры, разработанные архитектором. Достаточно положить бревна на конвейер, и на выходе готовый финский домик российского образца. Останется только собрать. Калина и Людмила птицеводы в желтых платках и халатах, чтобы цыплята приняли за своих. Итальянские были там из Дагестана, Испания была, Бельгия, да. Ну как наши? Мощнее? Копы. Копы-то, да? Да, живущие они. Желтые комочки им всего-то сутки. Через пять недель бройлеры весом в три килограмма. Кросскоп 500. Раньше эту самую продуктивную породу закупали в Европе, теперь построили репродуктор первого порядка. Четыре миллиона курочек в год родительское стадо даст потомство и полностью обеспечит регион отечественной курятиной. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По соседству козья ферма. Почти две тысячи голов заанинской швейцарской породы. Но вот эти малыши уже россияне в восьмом поколении. Порода адаптировалась и немного изменилась. Рекордные надои. До семи литров козьего молока. Надо хорошо массажировать. Ферму построили, коз вырастили. И теперь на местном молокозаводе откроют производство детского питания на основе козьего молока. Мы в этом году строим впервые в истории России цех детского питания. Если нам повезет, то в конце первого полугодия мы начнем делать мягкий творог из козьего молока для детей. Если повезет, это об антироссийских санкциях. Но пока кажется, от этих санкций плохо европейским производителям. Вот в местную администрацию приехал венгерский министр сельского хозяйства Шандер Фазикаш. Договорится о сотрудничестве. У марийцев и венгров одни корни. Угро-финская группа. Пожаловался. Венгерские аграрии уже потеряли 80 миллионов евро. А вот экономика Марии Элл растет, говорит губернатор республики, показывая столичной прессе местную достопримечательность, недавно отстроенную набережную. По селу рост производимой продукции мяса, яиц и молока 136% к январю 2014 года. Очень высокие показатели. Венгерский чардаш так похож на марийскую дробь, национальную чечетку, что отбивают в Ёжкаролинском государственном театре, в местных школах и домах культуры. И даже на деревенской улице здесь чтут традиции, встречают блинами и варениками по-марийски подкоголи и не оглядываются назад. Ольга Мещерякова, Алексей Карпухин, Константин Морозов, Антон Губанов, Вести недели, Мария Элл.